Это самый громкий визит во Львов с начала полномасштабной войны. Результатов этой встречи ждали как в политическом руководстве страны, так и рядовые украинцы. Ура! Это не важно, я буду всем махать. Не побоявшись придуманных Путиным, нацистов и бандеровцев, на запад Украины с визитом прибыли президент Турции Реджеп Таиб Эрдоган и генсек ООН Антонио Гутерриш. Вначале президент Зеленский встретился с обоими гостями лично, после чего уже состоялась трехсторонняя встреча. Как и ожидалось, ключевой темой стал экспорт зерна из Украины. Турция сыграла важнейшую роль в том, что это в принципе стало возможным. И вот на встрече Украина получила заверение, что этот процесс продолжится и впредь. В свою очередь Турции пришлось признать, что за время войны Россия похитила с территории Украины почти 500 тысяч тонн зерна. И торговля с ней, то есть фактически краденым, недопустима. Также затронули президенты и тему ядерного шантажа России на Запорожской АЭС. Буквально во время встречи в сети появился вот этот ролик, где видно, что непосредственно в цехах станции военные охранят технику и боеприпасы. Любопытно, что в самой Турции россияне тоже строят атомную станцию, при этом не пуская на территорию турецких представителей, что явно не по душе действующему президенту. Эрдогану надо решать, он соглашается с этой ситуацией, с этим шантажом России, либо не соглашается. И как раз ситуация с Запорожской АЭС может быть хорошим инструментом для Эрдогана продемонстрировать, что он с этой ситуацией не соглашается. И поставить на паузу атомный проект Росатома в Турции есть хороший инструмент влияния на ситуацию с Запорожской АЭС. Вместе с Эрдоганом во Львов, к слову, приехала целая делегация. Министр иностранных дел, глава национальной разведки, министр обороны и даже представители компаний по производству беспилотников Байрактар. Известно, что министры обороны Турции и Украины тоже встретились, но о чем конкретно говорили, не разглашается. Также Турция сообщила, что присоединится к послевоенной отстройке Украины. В частности, был подписан меморандум о восстановлении инфраструктуры. И первым объектом, который начнут отстраивать, может стать мост между Гучей и Ирпенем, который подорвали в ходе обороны Киева. Также посетил Львовый генсек ООН Антонио Гутерриш. Обсуждали, прежде всего, продовольственный кризис и ситуацию на Запорожской АЭС. Каких-то судьбоносных решений от этой встречи не ждали. А позиция относительно необходимости вывода российских войск с территории атомной станции и передачи ее под контроль Украины звучала скорее риторически, чем конкретно, как ООН может повлиять на РФ. ООН подвергается абсолютно закономерной критике, и Гутерриш просто спасает остатки авторитета этой организации. Ни про что договориться он не способен. Он не тот человек, который договаривается. За ним нет штыков, за ним нет чего-то, за ним нет рычагов влияния на ситуацию. Широко обсуждалась в прессе и возможность передачи президенту Зеленскому посланию от Путина. Две недели назад Ардоган встречался с ним в Сочи. Но пока открытой информации об этом нет. А Украина еще раз озвучила свою позицию. Любые переговоры с РФ возможны лишь после полного вывода российских войск с территории захваченных после 24 февраля.